Добрый вечер, уважаемые зрители! В эфире программа «Тем временем» я, Александр Архангельский. Тема сегодняшнего выпуска нашей программы – «Историю в массы». Но прежде чем мы начнем дискуссию с моими уважаемыми собеседниками, давайте вместе с ними посмотрим сюжет. Читать об истории модно. Во всем мире резко выросло число исторических журналов, адресованных массовой аудиторией. Это красиво иллюстрированные глянцевые ежемесячники, такие же, как журналы про дом и сад или про воспитание детей. Есть издания для собирателей частной истории, например, британское «Семейное древо», а некоторые посвящены целиком истории войн или археологии. Появляются такие журналы и в России, если в 90-е было лишь одно научно-популярное издание об истории, журнал «Родина», то теперь есть и дилетант, и историк. Одни позиционируют себя как консервативные, другие – как прогрессивные. Но необходимость пересказывать результаты научных исследований в увлекательной форме и одновременно выдерживать идейное направление ставят перед историками этические проблемы. Все острее встает и другой вопрос – как преподавать историю в школе, как набор фактов – неинтересно, как яркие концепции – необъективно. С одной стороны, историческое знание нуждается в популяризации, с другой встает роковой вопрос – где границы между публицистикой и знанием, занятностью и глубиной. Да, традиционно в европейской культуре история была связана с назиданием и моральными уроками, только каждая эпоха объясняла эти уроки по-своему. Теперь общего духа времени нет, история из цельной общей памяти превращается в набор гипотез. Может ли историческое знание быть идейно окрашенным? Имеет ли право историк ради того, чтобы стать ближе к публике, транслировать не знание, но свою публицистическую позицию? Приближает или удаляет популяризация истории от понимания ее устройства? Об этом размышляют гости в студии программы «Тем временем». С удовольствием представляю моих собеседников. Леонид Александрович Кацва, историк, учитель гимназии 1543. Здравствуйте. Добрый день. Семен Аркадьевич Штут, историк. И, среди прочего, вы представите журнал «Родина», ныне выходящий в рамках российской газеты. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Николаевич Рудаков, главный редактор недавно образованного журнала «Историк». Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Иванович Долуцкий, историк, учитель. Добрый вечер. Добрый день. Протерегий Георгий Митрофанов, историк, профессор Станкт-Петербургской Духовной Академии. Добрый вечер. Здравствуйте. Сергей Владимирович Мироненко, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Понятно, что журнал – это один из форматов, позволяющих историкам разговаривать с неисториками. И у журнала всякого должна быть какая-то линия. А история, наука – это форма знания. Как сочетать эту форму знания о прошлом с некоторой линией, которую вы ведете? Потому что это тогда противоречие в определении. Слово «история» мы вкладываем сразу несколько уровней смыслов. Потому что, с одной стороны, история, конечно, это то, что прошло, то, что миновало, то, что нельзя восстановить, можно только как-то реконструировать. С другой стороны, как вы сказали, история – это наука о прошлом. То есть наука, подчиняющаяся определенным правилам работы с материалом, анализа, так сказать, и представления этого научного знания публики. Но есть история, так сказать, обыденная, которая существует в обыденном сознании. И она так или иначе связана, отображает то, что было на самом деле, но при этом еще и полна всяких дополнительных смыслов, значений, образов, которые могут иметь отношение к реальности, а могут совсем не иметь отношение к реальности как таковой. Это могут какие-то... Я сейчас перебиваю. Вот вы главный редактор. На каком основании вы принимаете решение? Это ставим, это не ставим? Я вот читал некоторое ваше интервью, где вы говорите, что ваш журнал консервативный по направлению. Что это вообще может быть значимым, применительно к историческому направлению? Прежде всего, у нас под заголовок журнала – журнал об актуальном прошлом. Все-таки то прошлое имеет значение для современных людей, которые так или иначе привязаны к их сегодняшнему дню. То, что не имеет привязки к сегодняшнему дню, она у них уходит на второй план и не играет какой-то роли в их жизни. Поэтому наш журнал – это прежде всего журнал об актуальном прошлом. Часто говорят, что вы делаете, вы что, как-то его специально за уши притягиваете до прошлого, актуализируете. Нет, просто мы пытаемся обнаружить в каких-то сюжетах нашей истории, а у нас журнал в основном пишет про сюжеты отечественной истории, темы, сюжеты, явления, которые могут иметь интерес при анализе событий сегодняшнего дня. Вы идеологически не выбираете окраску для этих интересов? С точки зрения какой-то политической идеологии мы не убираем окраску. У нас выступают, скажем, и критики сталинизма, и его апологеты, ну, так сказать, умеренные. Мы не привлекаем радикалов от науки, мы привлекаем людей, умеренных взглядов, которые руководствуются всё-таки каким-то здравым смыслом и научным знанием. Как ни странно, есть эти люди и в лагере условных сталинистов, и в лагере условных антисталинистов, и в лагере условных сторонников Октябрьской революции, и в лагере сторонников монархии. Просто я считаю, что одна из задач вообще популярных историй, исторических журналов в том числе, всё-таки не разъединять нацию, а объединять. Спасибо. Семен Закаревич, Родина один из самых, может быть, и самый старый, хотя и молодой. Ну, исторически мы ведём свою линию от журнала для семейного чтения, который ещё Каспарий издавал, и тот стал выходить с 1879 года. Ну, вы знаете, на ранней газете «Коммерсант», я не знаю, не помню, как сейчас, было написано, что газета не выходила с 1917 по 1990 год, по независимым от редакции причинам. Но какова была задача? Задача была поставлена партией и правительством, потому что он выходил под эгидой Верховного Совета СССР, создать первый в Советском Союзе научно-популярный исторический журнал. И именно в этом качестве журнал и существовал до начала 90-х, когда он стал превращаться в сугубо академический, строгий, консервативный, профессиональный журнал для профессионального сообщества, но с иллюстрациями. Два года назад журнал был присоединён к российской газете и был взят курс на превращение журнала, в данном случае, чей я цитирую, из узкокорпоративного в научно-популярный. Не далее, как два дня тому назад мы с шеф-редактором журнала Игорем Александровичем Коцом побывали в Ростовской области и, в частности, были в колонии женской для, как там говорят, осужденных женщин. И мы рассказывали о содержании нашего журнала. Вы знаете, так мне никогда не хлопали и нигде, ни в одной аудитории. И так тепло не принимали нигде. Хотя, как вы понимаете, колония – это не санаторий. Так вот, мы стараемся писать так и писать о таких сюжетах, которые были бы интересны всем. От академика до домохозяйки. И если для научного сообщества мы ставим профессиональные вопросы, а был ли неизбежен 1917 год, а была ли альтернатива Октябрьской революции или Великой Русской революции, как сейчас принято говорить, то для простых домохозяек мы ведём новую рубрику «Кухня Родины», где рассказываем, скажем, историю создания пожарских котлет, Большой Шуваловской ухи или тульских пряников. Вот. Или рассказываем о любимых блюдах наших государей. Выясняется, что Екатерина Великая любила яичницу на сале с чесноком, луком и помидорами. Вот. А Николай Первый обожал солёные огурчики. Сергей Ильич, вы много раз говорили о том, что в массовом сознании живут исторические мифы в большей степени, нежели некоторое историческое знание. Вы читаете массовые журналы или нет? Из массовых журналов, я признаюсь, читаю только «Родину». И стал в последнее время читать журнал «Историческая экспертиза». Потому что считаю, что огромным недостатком было отсутствие рецензий. Теперь о том, что... Знаете, я всё время уже много раз повторял слова Василия Ильича Ключевского. Да, история ничему не учит, но жестоко карает за своё незнание. Во многом вот через мерная политизированность нашего общества и вовлечённость в эту политизированность исторических мифов характеризует нашу сегодняшнюю жизнь. Надо знать свою отечественную историю. Знать её по документам, по нормальным историческим исследованиям. Вот действительно, таких научно-популярных работ... Вот я вспоминаю, когда я собирался стать историком, появилась книга Валентина Лаврентьевича Янина «Я послал тебе Берестук». Это выдающееся исследование, выдающегося историка, написанное потрясающе популярно и в то же время увлекательно. Вот таких изданий очень сильно не хватает. И я читаю «Родину» и вижу, как коллектив редакции ищет своё новое место. Я не уверен, что «Родина» нашла это. Но то, что такое история... Вы знаете, мы же привыкли, извините меня, я уже, так сказать, к старшему поколению теперь принадлежу, что история – это история социально-экономических формаций, политических деятелей. А простая история. И котлеты, и яичница, и рецепты – это тоже история. Мы должны привыкать к многообразию истории. И должны её, конечно, знать. Отец Георгий, а может ли историческое знание быть идеейно окрашенным? Вот я бы как раз увидел главную опасность для современной исторической науки у нас не в политизации, а именно в идеологизации нашей жизни. Это проблема не только, кстати, исторической науки, это, например, проблема церковной науки, церковной исторической науки. И вообще церковной жизни. Потому что на самом-то деле христианство поставило историческую науку на очень высокий пьедестал. Почему? Потому что Бог пришёл как конкретно историческая речность, в конкретно исторических условиях, осуществлял своё служение. И, собственно, Бог говорит с человеком через историю. Поэтому знать историю такой, какой она была, была по промыслу Божию, это, в общем-то, величайшее назначение историка. Но, тем не менее, в той же самой церкви, как мы знаем, и гимнография, и агеография предлагали некое, можно даже сейчас сказать, идеологизированное представление о той же самой истории, которая была благословлена Богом. И это было уже по существу имитация и исторической науки, и подлинной религиозной веры. Поэтому, с точки зрения того, насколько может быть историческая наука подвержена идеологическим влияниям, мне кажется, что, когда это происходит, а в нашей стране не только, кстати говоря, в советское время, но и, увы, до революции, рождение мучительной подлинной истории происходило в постоянном противостоянии с теми или иными идеологиями. Вот почему характер, в особенности наших церковных историков, всегда был очень дурной, их не любили, они не любили. И, в общем и целом, вот это представление о том, что церковная история, например, в церковной жизни развенчивает подлинную веру, противостоит настоящей глубокой вере, это совершенно ложное представление, и поэтому для меня, именно как для церковного историка, любое идеологизирование над историческими сюжетами, не только церковными, но и с учетами гражданской истории, представляется великим искушением и профанацией. А их можно, эти идеологические контексты, до конца вычесть из исторического знания? Это очень трудно. Ну, в процессе освобождения от подобного рода идолов, истуканов, которые, в общем-то, мы не должны помнить, что с точки зрения христианской, не сотвори себе кумира. Творение кумиров – это и есть, собственно говоря, идеологизация истории. Дело в том, что, простите, пожалуйста, создание кумира – это в определенном смысле надежда на то, что наука расставит все точки над «и» в историческом процессе. Но я напомню коллегам, что наука историческая возникла-то сравнительно недавно. В Европе, она в Западной Европе зародилась, ну, там, несколько веков назад, как наука, как знание, которое отвечает современным критериям науки. В России она появилась еще позже. А когда не было науки, что не было истории, как знание? Она была, и церковная история была, и она жила мифами. И вот этот вот пласт исторический, который накопился в анализе прошлого, он, конечно, давлеет над нами. Представляете, дело так, что спустя несколько веков после зарождения исторической науки как таковой мы сможем вообще очистить ее от мифов, это значит обмануть самих себя. Мы можем одни мифы заменить другими. Вот и все. Собственно говоря, ну, я имею в виду массовые мифы, да? Я хочу сказать, что в 90-е годы мифы советской историографии вычищались из учебников и из школьных программ университетских, из библиотек отовсюду. Эти мифы исчезли. Что на них вместо пришло? Другие мифы. Знаете, я хочу только одну реплику в поддержку того, что говорил отец Георгий. Ведь историческая наука возникла из библеистики, из изучения текста Библии, попытки восстановить, что первично, что вторично, что правдиво, что есть определенный вымысел. И возникла такая наука, как источниковедение. Понимаете, мифы в сознании и мифы в науке – это абсолютно разные вещи. Но мы говорим про сознание. Журнал – это общественное сознание, а не наука. И это будет утопия, как это… Кастрация будет, если вы уберете идеологию из научных работ или даже из преподавания. Нет. Это надо только честно, откровенно говорить. Вот я на этой стороне, ребята. Вот мои ценности, условно говоря, либеральные. Вот я работаю вот в этой парадигме. Тогда у ребенка, который слушает, или у студента, который слушает, связки будут более глубокие. А если человек с коммунистических позиций говорит, другая позиция, другая конструкция – все нормально. Отчего? Не может быть эта утопия, что мы уберем все мифы, мы уберем все идеологии, и что у нас останется. Ничего не останется. Вот Леня, я думаю, будет против. Ну, мы сейчас как раз спросим. Я думаю, что я буду против только отчасти. И вот что мне представляется, что, конечно, убрать совсем идеологическое содержание из такого идеологического предмета, как история, действительно не получится. Мы не можем превратить науку в летопись. Очень часто мне, ну, не столько даже как учителю, нет, а скорее как автору... Ну, летопись – это глубоко идеологический такой. Как автор учебников. Приходится слышать, в учебнике не должно быть никаких мнений, в учебнике не должно быть никаких оценок, в учебнике должно быть перечисление фактов. Я сейчас употребил слово «летопись» в том смысле, в каком его, опять же, понимает массовая аудитория. То есть, вот такое перечисление фактов, в котором, на самом деле, мы все это понимаем, летопись никогда не была. Ну, потому что откуда есть пошла русская зеленая, это уже идеологическая рамка, в которую вводится историческая содержание. Другой вариант подобных же предложений. А давайте мы будем учиться в школе не по учебникам, а давайте мы будем учиться по... Сейчас я точно сформулирую. По учебно-документальным комплексам. Не будем учиться по учебно-документальным комплексам по двум причинам. Во-первых, потому что эта школа нереальна, ребенку неоткуда вписать в контекст эти документы. А во-вторых, хрестоматия – это такая же тенденция, как и учебник. Любой подбор документов все равно будет тенденциозен. Я другое хотел бы сказать. Мне представляется, что, скажем, преподаватель или автор не должен скрывать своих убеждений, да они все равно, так сказать, высунутся. А вот где идеологизация, возможно, на каком уровне? Не подтасовывать факты, не выстраивать изложения только из тех фактов, которые в концепцию твою укладываются. Ну, а если вернуться к тому, о чем вы говорили вначале, что одни мифы заменились другими, понимаете, мне кажется, это все-таки не совсем так, потому что советское преподавание истории, как школьное, так и вузовское, в особенности, когда речь шла о 20 веке, было не мифическим, оно было просто, извините, построено на откровенном, тотальном вранье. Вот этого вранья все-таки в 90-е годы и в современной литературе стало на порядок меньше, чем в учебной, научно-популярной. Ну, вот давайте возьмем такой сюжет, как вы сейчас, все-таки, надеюсь, сбросив время административных обязанностей, некоторую вот часть, допишите книгу Александра Первого декабристов. Вот проблема декабриста. Надеюсь. Мы все надеемся. Да. И огромный плац документов, в частности, и вами поднят и так далее. Но в советское время, помимо знания, а знания было и много накопили, и невероятно важно, был некоторый идеологический миф. Декабристы, попав в рамку ленинской периодизации, автоматически превращались в предшественников всего только светлого, только доброго и только прекрасного. И даже были книги, Ахматова посмеивалась над названием книги милиции... Василья, да. Не, не, Нишкина, а... Грибоедов и Декабристов. Грибоедов и Декабристов. Вся книга написана ради этого и. Но сегодня мы видим противоположный миф, возникший на этом месте. Декабристы – это враги России, купленные Западом. И прямым текстом массовая аудитория об этом сообщает, что они наняты для того, чтобы разрушить Россию. То есть, вроде бы, получается, что вместо одного мифа... Ну, вы все-таки скажите, что выставка в Манеже – это не единственное прочтение, единственное верное прочтение русской истории. Но важно, с моей точки зрения, я отвечаю вам, чтобы школьники, прежде чем думать, знали факты. Совершенно верно. Понимаете? Вот это для меня непреложная вещь. Нельзя рассуждать об истории, как делают, к сожалению, и многие молодые люди, и многие пожилые люди, не зная фактов. Это первое. Второе – их осмысление. И, безусловно, вот мое тоже глубокое убеждение – надо давать возможность будить человека к самостоятельному мышлению. Если ты гражданин своей страны, а все должны быть гражданами, вы должны знать свою историю, вы должны понимать. И тут надо предлагать разные точки зрения. И человек может сформировать свое мнение. И это очень важно. Как сделать так, чтобы люди, которые интересуются историей, могли получать достоверные сведения? Вот это задача всех, кто здесь собрался. И, кстати, в телевидении. Есть блестящий исторический канал, французский, например. Кстати, между прочим, я вот время от времени ночью смотрю «Спас». И там показывают очень интересные, очень хорошие документальные фильмы об истории. Но мне удивительно, что все это идет после часа, двух часов ночи. Кто это будет смотреть? Не надо забывать, что все журналы и все это – это ничто по сравнению с телевидением, которое большая часть нашего населения, несмотря на развитие интернета, продолжает смотреть. Когда мы видим документальные фильмы о 20-м съезде, о других событиях? Только после 12 ночи. Сергей Владимирович правильно сказал. Читатель, если мы ориентируемся на умного читателя, мы должны ему предоставить возможность выбрать между этими вещами, между разными подходами, а не пробивать какую-то одну аллею. Сергей Владимирович, видимо, бережет материал для книги, поэтому от темы декабристов ушел. А у нас был декабристский номер, посвященный декабристам. Он назывался «Мифы о декабристах». Потому что миф о декабристах формировался не только Николаевской историографией и не только Милиции Васильевны Нечкиной. Существенный пласт мифа о декабристах возник в 60-е и 70-е годы, благодаря людям, которые формировались на волне той же оттепели. Ведь в массовом сознании людей, которые смотрят, «Декабристы – это звезда пленительного счастья». Это не Нечкина, и это не Николаевская историография. Понимаете? Это такой романтический... Я помню, как Милиция Васильевна на моих глазах бил свои истерики после просмотра «Звезды пленительного счастья». Потому что это был уже другой совершенно миф. Миф, который сформировали 60-ники во многом, который в этот фильм, блестящий, гениальный фильм с прекрасной музыкой, с прекрасными стихами, с прекрасными сценариями, актерами, сформировал некий... Ответил, вернее, на некий новый запрос общественный. Точно так же, и можно сколько угодно иронизировать над выставкой «Манежа» или где-то еще, но, наверное, мы признаемся с вами, что фраза о том, что Россия, так сказать, исчерпала свой лимит на революции, это мысль, которая разделяется большинством российского общества. И как ответ на это общественное мнение, на этот общественный запрос, конечно, могут возникать и отклики в виде того, что декабристы, от которых принято считывать революционную тематику в России, они, конечно, люди нехорошие, так сказать, сотрудничающие и так далее. Миф о декабристах в значительной степени был сформулирован и сформирован самими декабристами еще в тот момент, когда они были сидельцами. Они собирались вместе и, что называется, вырабатывали концепцию своего движения. И потом эта концепция была документирована. И те декабристы, которые не сидели вместе с ними, например, Гангеблов, они создали совсем другую концепцию движения. А те документы, которые Сергей Владимирович опубликовал, вот, 20-й том «Восстание декабристов», 19-й и последующий том. Они как раз показывают, что среди тех, кто привлекался к следствию, было много очень декабристов по неволе. Людей, которые совершенно случайно туда были вовлечены или были вовлечены обманом. Вот. И об этой периферии движения декабристов не принято было говорить. Ты вообще, мне кажется, это некий собирательный образ. И если, так сказать, разбираться, окажется, что там много всяких декабристов было. Но это Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, я просто для зрителей удочувствую, что Семен Аркадьевич тоже написал книжку о декабристах, так что все не случайно. Вы знаете, я просто не хочу говорить о декабристах, потому что это действительно большая, сложная тема. Я не могу не вспомнить, когда после одного из заседаний в историческом музее мы выходили с крупным юристом, бывшим председателем Конституционного суда. И он мне говорил, Сергей Владимирович, ну как вы можете защищать этих преступников государственных, которые посигнули на государственную строй, на что я сказал, а как вы можете не понимать, что есть исторические условия, что это не сегодняшний день. Вы пытаетесь судить декабристов с точки зрения сегодняшнего дня, а вы попробуйте поставить себя на место этих людей, которые в войне 12-го года в заграничных походах увидели лучше, получили представление через литературу, через философию передовую о том, что стыдно, что один человек владеет другим, что невозможно вести крепостное хозяйство, что оно нерациональное, добиться. Беда в том, что нужно объяснить, почему вот эта вот часть русского общества, которая стремилась к таким переменам, как Конституция и отмена крепостного права. И Александр Первый, который для меня, несомненно, стремился к тому же, ни у тех, и ни у других не получилось. Я уже писал об этом в одной из своих работ, что тот душевный кризис, духовный кризис, который, совершенно очевидно, был у Александра после 22-го, 23-го года, это результат того, что он понял, что он не может осуществить своих задушевных идей. И тут большое пространство для как историка, так и драматурга, и писателя. Дело в том, что не создан еще у нас арбитраж, который бы выносил решение по историческим вопросам. Можно взять книгу... И слава богу, и слава богу, в том-то и дело. Хотя попытка была. Поэтому можно взять половину исторической библиотеки и вынести, так сказать, книги, которые там находятся, на суд такого арбитража, который скажет, вот здесь вот так, а здесь не так. К сожалению, никакого другого способа, как предъявить обществу разные взгляды на историю для того, чтобы люди разобрались, пожалуй, нет. Почему? Вот декабристы, вот мы бежим с лейбринадерами через Неву. Мы-то что делаем? Вот вы... погружаетесь в какие-то бездны совершенно. А история, она хотим и не хотим, она воспитывает. Государство воспитывает своим способом. У нас там, допустим, свои подходы. Воспитывает. Вот, сидеть и ждать, пока государь-император что-нибудь сделает. Или мы сами выйдем и пойдем. Николая тут вот порешим вместе с лейбринадерами? Или что делать-то будем? Вот конкретная ситуация. С лейбринадерами, там нет буквы дела. Но не важно, кто там будет. Значит, вот мы с классом решаем. А ведь вместе с Николаем они могли переучить Александра Второго, между прочим. Кого угодно можно. Семь летнего. Или могли оказаться теми, кто весел. Вот история показывает, что не сидеть надо, сложив руки, а надо действовать. Вы знаете, слушая вас, я вдруг проникся в симпатии к словам товарища Сталина, когда он говорил, что если так мы будем преподавать историю, мы воспитаем эсеров и террористов. отец Георгий, отец Георгий, с СССР, с бомбочкой, вот мы решаем, мы что Саше Севастьянову скажем, бросать будем московский генерал-губернатор, или мы скажем, Саш, Ленин уже сказал, мы пойдем другим путем. Ваш ответ уже был дан. Если уж тема декабристов тут заняла такое особое место, я со своей стороны не могу не отозваться. Для меня трагедия декабристов это трагедия русских европейцев. Это тема русской истории, русской литературы. Эта тема находит свое продолжение и завершение в трагедии Белого движения. Для меня это явление одного порядка. Несостоятельность в России европеизации. А для меня, дирусно сказать это будучи петербургским и невосковским священником, европеизации это синоним христианизации. Только тогда наша страна прорывалась в своей повседневной исторической, социальной, культурной жизни к живому христианству, когда она европеизировалась. И с этой точки зрения тема декабристов она представляется для меня как тема, кстати, Белого движения очень эстетически выигрышной. Отец Георгий, но все равно вы говорите декабристы декабристы. А что, Александр Первый не был европейцем? Или Николай Первый не был европейцем? Николай Первый... Напомню, как Пушкин сказал, что правительство единственный европейец в России, да? Тут только от него зависело, что все в сотню раз хуже. Это мы еще с вами поспорим, да? Прежде чем мы новые мифы будем насаждать, давайте со старыми раздеремся. Но все-таки вот есть издатели журналов. Они, ну, например, здесь могут быть еще там представители журнала «Дилетант», да? Они всегда направленческие. Это не академический труд. Более либеральный, менее либеральный. Ну, ничего не поделаешь. Вы работаете с массовым сознанием. Вы пытаетесь вести за собой куда-то. Вы знаете, я думаю, это и то, и другое на самом деле. Потому что, ну, я с трудом себе представляю редакцию, которая не имеет позиции по тому материалу, который она публикует, и не имеет представления о том, что она хочет сказать. И это студень, это непонятно что. Но с другой стороны, еще раз говорю, мы журнал об актуальном прошлом. И мы хотим все-таки почувствовать, что людям в данный момент интересно. У нас февральский, мартовский номер был посвящен реформам Александра Второго. Мы пытаемся преподнести реформу Александра Второго и показать, что там можно извлечь для сегодняшнего дня. Какой урок дают эти реформы, методы их проведения, их результаты, их трагический конец для императора для сегодняшнего дня. А к октябрю 17-го готовитесь? Да. Ну, во-первых, мы регулярно какие-то материалы публикуем под рубрикой «Революция», потому что революция, конечно, это не только октябрь 17-го года, это огромная протяженность первой четверти 20-го века, как минимум. И мы тут готовы предоставлять площадку для людей разных взглядов, потому что на самом деле революция, это, как мы понимаем, это убийственная война. И там, правда, была история с другой стороны, и у красных, и у белых. Что бы мы сейчас ни говорили, какой бы мы позиции ни придерживались, надо дать сейчас, спустя 100 лет, возможность немножко сблизить эти позиции. Нельзя воевать веками. Можно я задам вам вопрос, который меня очень интересует. У нас был акт, и это очень важно было, акт символического захоронения и некоторых лидеров, и философов белого движения. Возможно ли такой же акт с таким же подсчетом применительно, не знаю, к праху Троцкого здесь и сейчас? Перезахоронение не больше, но и не меньше. Если возникнет потребность перезахоронить прах Льва Давыдовича Троцкого в родной земле, я не вижу для этого приказа. Но сторонники Ильина Деникина инициировали их перезахоронение, и они организовали эти почести. Те люди, которые сейчас выступают с позиции троцкизма, но они, наверное, могут организовать не меньшие почести для своего кумира, не думаю, что нужно этому препятствовать. Вот опять впасть в наше привычное историческое лицемерие. Потому что, по сути дела, если наша страна благополучно отказалась от того, чтобы оценить коммунистический режим, можно кого угодно хоронить, и Троцкого в том числе. Если он не преступник, то почему бы не похоронить и Троцкого? Другое дело, что когда коммунистический режим мне было суждено это свидетельство, не того, что мы такие исполненные все прощения люди, это мы люди равнодушные к собственной истории. Это приговор нам самим. Поэтому можно хоронить кого угодно, где угодно, как угодно. Это уже не имеет значения. Я возвращаюсь к вопросу о 2018-м году. Я подготовил журнал. Вы готовите? Что будете говорить своим читателям? Мы будем в течение всего 2016-го, всего 2017-го годов давать материалы о Октябрьской революции. Так это называется «Вектор революции». Первые три буквы прописными «Вектор революции». Уже пошли материалы о броневике Ленина, о Маузере, о моде времен Октябрьской революции, о том, что Октябрьская революция изменила в нашей жизни, в нашем сознании. Так что это у нас долгоиграющая тема на страницах журнала. И безоценочная. Абсолютно. И последнее, что я хочу сказать. Вот тут говорилось о взаимодействии с читателем. Мне кажется, что Родине удалось оседлать волну читательского интереса, потому что в течение года тираж журнала вырос на 71%. Я не знаю, есть ли такой пример среди других средств массовой информации. Это абсолютно объективные показатели. Мы боремся за каждого читателя. У вас какой сейчас тираж? У нас тираж 10 тысяч. Начали мы фактически с полутора тысяч. Так что у нас рост за 2015 год. И такой же кратный рост был у дилетанта, когда он запускался. Значит, востребовано. Востребовка ценностей очень высокая. Вы как будете готовиться к 17-му году? Нет, я к 17-му году готовиться не начал. Со старшеклассниками, с теми, у которых не будет этих тем по программе. Мы, конечно, каким-то образом поговорим. Может быть, проведем, ну, скажем, какой-то цикл лекций. Может быть, будем людей приглашать. Есть специалистов, которые разбираются в этой теме глубже, чем школьные учителя. Посмотрим. Пока не начинали такой специальной подготовки. Понимаете, меня немножко удивили слова Семена Аркадьевича. Дело в том, что я понимаю, как можно безоценно давать корреспонденцию, скажем, о Маузере или о броневике Ленина. Я не понимаю, как можно безоценно давать более глубокие материалы, посвященные 17-му году. Массовому читателю, той же самой домохозяйке, зачастую это совсем не меньше интересно, чем пирожки, которыми закусывал Карамзин. Не надо думать, что домохозяйки только пирожками интересуются и прочими КНП. Хорошо. Как вы понимаете, когда я говорил о том, что мы стараемся избегать оценок, это не значит, что я абсолютизирую эту точку зрения. И что наши... Нет, ну просто, понимаете, прозвучал вопрос безоценочно. Вы сказали, совершенно безоценочно. Я в это, простите, не поверил. Высказал свое удивление. Если это не так, я удовлетворен. Ну вообще, тенденция к релятивизму двух выступающих редакторов совершенно очевидна. Я почти никогда не соглашаюсь с людьми в Рясе или в Сутане, но здесь я полностью присоединяюсь. Вот задача... Вот результат этой программы уже первый. Да, конечно, несомненно. Должен быть суд. Не можем там прокурора назначить. Вот есть журналы. Должно быть четкое понимание у человека, у ребенка. Убивать нехорошо. Вот как Гарри Поттер говорил. Волан-де-Морт, он не великий волшебник, он убийца, он убил моих родителей. Пусть они убираются. Вы только что говорили о декабристах, они собирались убить царя. Вот как они говорят, как об убийцах или нет? А как о царе-убийцах, как их оценивать? С одной стороны, вы призываете детей выйти с ними на площадь, а с другой стороны, они цари-убийцы потенциальнее. Я призываю детей решать конкретную ситуацию. Если ты говоришь о том, что должен быть суд в журналах, я даже готов с этим согласиться. Но тогда среди публикующихся должны же быть не только прокурор, но и адвокаты тоже, значит, какой это суд. Да, и пусть будет. Только у нас журналы, вот, погоны, выпушки, петлички, пирожки. Да прекрасно, все хорошо. Но другая, наша функция другая. Вместе с церковью, если других нет у нас помощников, да четко критерий. Не убей, ну и так далее. Будем разбираться, вот, откуда это произрастало. Как вы расскажете об обреченном отряде Пестеля детям? Или вы просто не будете об этом говорить? Когда Пестель предлагал тех людей, которые совершат цареубийство после победы революции, отловить и казнить. Ну, Пестель вообще фигура, на мой взгляд, строго отрицательная. Дойдет дело до Пестеля, мы посмотрим, какой это был монстрик. Ну и что? Но времена ли Бротов слишком круты и не из Бротов ли наполинут? Только я хочу сказать, господа, товарищи присяжные, крепостное право – зло. Никто мне не доказал, что это очень клевая штука. Два тормоза самодержавия, крепостное право. Гениально, но дело в том, что крепостное право отменили тогда, когда оно еще не исчерпало своих экономических возможностей. А то, что лицесса самодержавия? Не надо ждать, когда все сгнется. Уважаемый коллег, мы не можем решить все острые вопросы русской истории. Мы все-таки про то, как представлять проблемы, нерешенные наукой, вряд ли все до конца были решены. Не уходить в пирожки, ребята. Не уходить в пирожки, хорошо. Мы не можем пирожками отградиться от детей. Вы спрашиваете о относительной реакции на 17-й год. У меня как раз курс истории русской церкви 20-го века, тут 17-й год присутствует. И у меня существует свой, отнюдь, не пирожковый взгляд на русскую революцию. Для меня февральская революция – это не революция, а не удавшийся переворот в рамках вполне определенной сложившейся европейской русской монархии. А октябрьская революция – это не революция, это культурно-историческая реакция, победившая в России, отбросившая страну аж в 16-й век во многих отношениях. Это катастрофа России именно в этом отношении, потому что говорить о какой-то единой революции здесь вообще не приходится. Что же касается церкви, то для меня вот это вот отбрасывание России европейской в Московию 16-го века предполагало еще и далеко не случайное уничтожение, попытку уничтожить церковь. Потому что, как я уже сказал, для меня европеизация и христианизация России с определенного времени становятся синонимами. А как об этом рассказывать массовой аудитории? Рассказ должен быть сложным, многоплановым. Понимаете, я, например, против того, чтобы, ну вот как у нас иногда это бывает, действительно один миф заменить другим. Кто-то мне даже сказал, ну, я имел неосторожность высказаться в том смысле, что Сталин – это абсолютное зло. Собеседник мой почему-то решил, что раньше вот у вас Колчак был абсолютное зло, а теперь Сталин. Нет, у меня Колчак никогда не был абсолютным злом, хотя я совершенно без восторга к этой фигуре отношусь. И я считаю, что о гражданской войне вообще нельзя рассказывать, придерживаясь только одной стороны и одну сторону, так сказать, отмывая, а другую демонизируя. На то она и гражданская война, чтобы здесь жестокости творились со всех сторон. Другой вопрос, что, наверное, нужно показать, что если речь идет о белом движении, то жестокости – это, ну, большей частью, тоже не всегда, но большей частью – это эксцесс. А если это красная, так сказать, сторона, то это политика, провозглашенная государством. И вот здесь есть определенная разница. Но в таких ситуациях не бывает ни абсолютно правых, ни абсолютно невиноватых, ни ангелов, ни демонов. Тут все в крови по уши. Вот об этом, наверное, в первую очередь и нужно рассказывать. Сергей Главович. Я, честно говоря, знаете, не вижу каких-то особых трудностей в рассказе о Великой русской революции. Великая она не потому, что она открыла человечеству новый этап светлого будущего, а потому что она произвела невероятное, великое впечатление и влияние на весь остальной мир. Мир после революции 1917 года, февральской и октябрьской, я все-таки продолжаю считать их революциями, и одной революцией. Мир изменился. В этом смысле это Великая революция. И Россия прежде всего сама. И Россия сама. Теперь о причинах, например, победы большевиков. Ну, не жаль непонятно, что те лозунг «Землю крестьянам, штык в землю», сразу основное население России бросило в руки большевиков. Другое дело, что большевики и Ленин были тактиками, а Сталин был вполне определенным практиком. Сказали «Землю крестьянам» и через 10 лет после революции создали колхозы, создали систему крепостного права, мотивируя эту тему, что нам необходимо создавать невероятную оборону, и нам обязательно нужно строить заводы и так далее. Но, когда мы говорим про революцию, и, естественно, нам надо рассказывать, предположим, про временное правительство, которое полностью оказалось несостоятельным. Почему оно временное? Потому что ждали учредительного собрания. Большевики сразу сказали «Землю крестьянам!» Временное правительство говорило «Да нет, мы должны законно быть». Во времена революции иногда необходимо не ждать вот какого-то органа, который соберется, а решать насущные проблемы. Не хватало политического опыта, не хватало настоящих политиков. Потому что, ну, Милюков, Павел Николаевич, выдающийся русский, министр иностранных дел. Ну, чудовищные ошибки. Когда он выступал в Думе в 16-м году, и каждый свой тезис кончал вопросом «Это что?» Глупость или измена. Глупость или измена, намекая на то, что императрица немецкая шпионка, и что значит всё это? Чуть ли не прямой провод у него из Кайзера. Прямой провод из Тарского села, значит, в Савку Кайзера и всё дальше. Это не зрелость, не умение вести политику, не понимание, что нужно какие-то проблемы решать. Ну, извините, я немножко эмоционально говорю, да? Но, в принципе, я говорю абсолютно известные вещи. Нужно, мне кажется, спокойно, спокойно и взвешенно анализировать то, что историческая наука уже сделала. И говорить, что историческая наука, знаете, так сказать, не решила, вопрос ничего подобного. И советская историческая наука, были замечательные советские историки, и которые страдали в советское время, и которые, так сказать, сумели во время перестройки многие из них сказать своё слово. Наука, она потому и наука, что задача её – поиск истины. И вот если мы все сойдём в одном таком пути, да, чтобы найти истину, и в то же время мы разные. И я вполне допускаю, что школьный учитель может быть на стороне одних и противникам других взглядов, но он должен дать возможность ученикам понять, что есть эти взгляды и есть другие. Вот это безусловно. И сказать, вот смотрите, вот есть такие документы, и решайте научить человека самостоятельно мыслить. Вот я на этом поставлю точку, потому что это имеет отношение не только к школе, но и к журналам, и к передачам, и к фильмам. По той простой причине, что единственное, что мы можем предложить массовой аудитории – вот было так, так, так. Есть такая точка зрения, есть такая позиция – научись думать сам. И для этого, чтобы эта задача была реализуемой, нужна не только развивающаяся наука, она, слава тебе, Господи, есть. Не только талантливые учителя, мы видим, что они тоже, слава Богу, есть, но и больше изданий такого рода. У вас должно быть как можно больше конкурентов. Уж не обижайтесь, они должны быть очень разными. И демократическими, и антидемократическими. И, главное, не жулики от исторической публицистики, а историки, умеющие, занимающие позицию, умеющие ярко и внятно разговаривать с людьми, предлагающие им выборы. Спасибо вам за то, что вы прорабатываете академический пласт, чтобы было что предъявлять массовой аудитории. А со зрителями будем с понедельника на канале «Культура». Редактор субтитров А.Семкин